Один из учащихся в образовательном учреждении, который находится в городе, ему 19 лет. В ходе судебного следствия было установлено, что он решил подзаработать денег. Для этого он списался с интернет с неизвестным лицом, который предложил ему работать, а именно делать закладки с наркотическим средством. Он на это согласился. Согласился и поломал свою судьбу. С партией наркотиков его задержали в Димитровграде. Изначально парень признал свою вину, но затем заявил, что не знал, что это наркотики. Другая версия, ему их подбросили. Вместе с тем, стороной обвинения в судебном процессе представлено доказательство. В частности, допрошенные свидетели, оперативные сотрудники и понятые. Письменное доказательство – это переписка в сотовом телефоне. За данное преступление уголовное наказание предусмотрено весьма серьезно. Это до 20 лет лишения свободы. С учетом того, что преступление не было доведено до конца, наказание предусматривают по данной статье. Это часть 3 статьи 30, пункт 2, часть 4 статьи 228. Прим. 1 УКРФ. Наказание до 15 лет лишения свободы. Ну и стоит отметить, что молодые люди у нас в городе непосредственно, часто хотят получить таких легких денег. Как известно, легких денег не бывает, особенно если связаны с наркотиками. То есть, они там не успевают даже заработать и 10, и 20 тысяч. Даже вообще иногда не успевают ничего заработать. Однако, получают столь серьезные реальные сроки. Приговор в городском суде по этому уголовному делу планируют вынести в понедельник. Арина Макарова, Анжелика Борвинок. Наше время. Арина Макарова, Анжелика Борвинок. Арина Макарова, Анжелика Борвинок. Арина Макарова, Анжелика Борвинок. Продолжение следует...